Друзья, я всех приветствую! С вами снова Екатерина Дзюба, художник и автор обучающего курса по песочной анимации. Сегодняшняя тема очень важна, очень интересна и просто необходима в песочной анимации. И звучит она так – режиссура песочной анимации. За свою большую практику я вывела для себя основные этапы работы над любым песочным проектом. Я сейчас не беру во внимание работу над большими концертными пластами и программами, которые длятся полтора-два часа на сцене. Это создание песочных спектаклей, больших каких-то оперных сцен с включением песочных иллюстраций, или же это работа с симфоническим оркестром. Таких проектов у меня очень много, но я считаю, что более логично сейчас сконцентрироваться на небольших песочных сюжетах. Моя задача – объяснить их принцип построения и, все это поняв, попробовать на практике. Итак, пошаговый план работы над созданием песочной истории. Запомните самое главное, что самый первый ваш шаг над созданием любого интересного творческого проекта должен начинаться с мыслительного процесса. Любая ваша идея должна начинаться со смысла и с главной концепции, что вы хотите выразить в песке. Вы должны сесть за стол, взять ручку, листик и четко набросать себе главную идею, концепцию, очень тезисно, очень быстро, что главное в вашей песочной истории. Лично я по своему примеру скажу, что при задумывании нового проекта я вообще первые 2-3 дня не подхожу к песочному столу. Я нахожусь в таком мыслительном творческом процессе, у меня в руках ручка, листик или блокнот для записи, где я просто наношу какие-то главные мысли, рисую общую концепцию истории и, скажем так, вынашиваю самое главное – то зерно, которое вы должны показать и выразить в своей песочной истории. Второй пункт нашего плана – это поиск материала. Во втором пункте вы должны научиться собирать те зерна, те главные мысли и те факты, которые помогут вам в дальнейшем выразить интересные картинки, сделать интересные иллюстрации. Здесь вы должны быть как повар, который готовит блюдо, куховарит и собирает разные ингредиенты, те нужные для того, чтобы вот это блюдо состоялось. К этому пункту я также прошу всех добавить знания в виде прочитанных книг и просмотренных фильмов. Все это увеличит ваш кругозор и даст вам лучшее понимание для того, что вы хотите выразить. Приведу пример свой, когда я работала проектом и созданием песочного спектакля «Алиса в стране чудес». Самое первое, что я сделала, я сначала прочитала книгу, затем я пересмотрела все мультипликационные версии и затем еще ознакомилась, изучила ряд иллюстраций художников, которые работали также над этой темой. Все это насытило меня знаниями об этой теме и вдохновило для создания своих авторских песочных эскизов. Следующий пункт – это сценарный план. Что такое сценарный план? Это ваш четкий план сценария по вашей теме, то есть это песочная раскадровка, где уже должны быть расставлены смысловые акценты и правильно расположены все объекты в нашей композиции. Также здесь вы уже в этом этапе работы должны наметить музыкальные моменты, найти необходимый музыкальный материал. Запомните главное – 50% успеха любой песочной истории – это грамотно подобранный музыкальный ряд. Запомните, к каждому песочному кадру должна быть подобрана характерная музыка. Это очень и очень важно. И четвертый пункт – это реализация вашего проекта. Это конечная цель вашей творческой работы. Это уже ваш продукт, где происходит его отшлифовка. И здесь вы уже решаете, какими техниками и приемами лучше всего изобразить тот или иной рисунок. Или это засыпка такая, или это захваты. Также продумывание трансформаций. То есть непосредственно это уже работа возле вашего песочного стола, где вы ищете интересные приемы и придумываете удивительные трансформации. Вот такой пошаговый план я сейчас вам рассказала. Пожалуйста, возьмите его на вооружение, перепишите себе в рабочие тетрадки и используйте их в своей работе. Друзья, теперь наш урок точно подошел к концу. Хочу всем пожелать правильного старта и удачных режиссерских решений. Субтитры создавал DimaTorzok